До истечения срока уплаты имущественных налогов за 2020 год остается чуть больше месяца. До 1 декабря собственники недвижимости и автотранспорта должны выполнить свои налоговые обязательства. Как проходит процедура и какими льготами могут воспользоваться налогоплательщики, узнала наша съемочная группа. Налоговые уведомления могут направить в электронной форме через интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или заказным письмом по почте. Уведомление будет считаться полученным по истечению 6 дней с даты его направления. Кроме того, налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе или через МФЦ. В случае, если налогоплательщик на сегодняшний день не получил налоговое уведомление, он может узнать данную информацию, почему он его не получил, в любом многофункциональном центре по оказанию муниципальных услуг, в налоговом органе, а также может обратиться лично в инспекцию и получить данное уведомление. Есть несколько причин, по которым уведомление может не прийти. Например, если сумма налога меньше 100 рублей, или если налогоплательщик воспользовался льготами, которые полностью освободили его от уплаты. С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года будет новая льгота предоставляться по транспортному налогу, на транспортные средства, которые оснащены двигателем с газовым топливом, соответственно. Там будет предоставляться льгота в размере 50% на транспортные средства. Откладывать оплату налога в долгий ящик не стоит. Если налогоплательщик исполнит свою обязанность несвоевременно, ему будет начислено пение за каждый день просрочки.